На плодородной ульяновской земле можно вырастить практически всё. Вот и арбузы, любимая летняя ягода, растёт в наших краях уже не первый сезон. Я решил выяснить, в чём особенность и уникальность именно ульяновских арбузов. Во-первых, уникальность заключается в том, что почва в наших краях, как называют агрономы, слабо гомусированная. Это значит, в ней нет всех полезных органических свойств, и, казалось бы, какие уж тут арбузы. Вот какой настоящий ульяновский богатырь. Килограмм 10 будет. А во-вторых, ещё лет 20 назад климат на территории ульяновского региона можно было назвать умеренно континентальным. Выращивать арбузы было проблематично. Но из-за жаркого лета в последние годы эта ягода охотно входит в ассортимент ульяновских аграриев. Лаишевские арбузы сегодня являются визитной карточкой местных земледельцев. В отличие от их астраханского, у них тонкая кожица, маленькие семечки. Созреваемость, они ранние арбузы, они, к сожалению, не хранятся, но очень сладкие. Насыщенная такая плотная консистенция, то есть ешь, они прям течёт по ним, чуть ли не мёд течёт. Два сорта у нас, леди и трофи. Спелые плоды на складах агрофирмы долго не хранятся, потому что не залёживаются. Проблем с бытом предприятия нет. Каждый день с бахчи собирают пару ящиков ягоды и затем самостоятельно реализуют население. У нас уже имеются свои завсегдатаи, которые покупают очень много лет. Они уже узнали наши арбузы, им очень нравится. То есть наши арбузы без нитратов. Мы выращиваем их в плёночных теплицах сначала рассады и потом выращиваем снова под плёнку в открытом грунте. То есть вот середина августа они у нас уже созрели. Продегустировать ульяновский арбуз я предложил известному в нашем регионе диетологу Анатолию Денисову. По мнению доктора, арбуз – это кладезь огромного количества витаминов, в котором содержится даже никель. Из противопоказаний к употреблению ягоды выделяют сахарный диабет, повышенную кислотность желудка или отёчный синдром. Но плюсов всё же куда больше. Здесь видно, что арбуз имеет совершенно прекрасный цвет, он натуральный, ячеистую структуру, чёрные семечки, ну и наверняка он очень сладкий. И вообще арбуз, это что называется, и наелся, и напился, и умылся, и уписался. Поэтому я думаю, что этот продукт можно употреблять без ограничений. Этот продукт очень полезный с точки зрения диетологии и гастроэнтерологии, если отсутствуют противопоказания, о которых мы с вами уже сказали. Интересен такой факт, что у плодов нет так называемого пола, это стереотип. Все спелые плоды – только девочки. Мальчики же выполняют лишь роль оплодотворения и погибают ещё на стадии созревания. Арбуз – это та ягода, которую обожают все, особенно дети. Спелый, сочный, яркий и сладкий – арбуз всегда улучшает настроение и дарит массу положительных эмоций.